Всем привет! Вы смотрите Dionyx Channel и мы продолжаем играть в Minecraft Server Last Task 2 И в сегодняшнем эпизоде я продолжу строить свою машину по осушению океана, по осушению нашего будущего озера В этом сундуке находятся необходимые мне ресурсы, не все конечно, но наверное большая их часть Я надыбал себе кучу-кучу-кучу лавы, это просто ведра, шалки в боксы, спустился в ад И нагрузил себе целую тонну лавы Я скрафтил 4 стака диспенсеров, что оказалось не так сложно, как я думал Хотя, казалось бы, в чем разница, да, выкладывать их там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, кликая там по сетке крафта Или используя вот этот новый крафт, но тем не менее выяснилось, что вот так действительно быстрее Хотя по одному луку кидать в клетку крафта все еще дикий головняк Но 4 стака диспенсеров мне должно хватить Собственно 4 стака диспенсеров и вот эта вот лава, которая под них потребуется Я выяснил, что у меня не очень много редстоуна У меня всего лишь 3 коробки редстоуна Часть из которых я еще сейчас перекрафчу в репитеры, потому что я забыл сделать это до съемок Дело в том, что я ходил даже на ферму Клео, но у него ферма ведьм работает, наверное, нормально Но как-то слишком уж медленно на мои запросы То есть там ушло где-то часа полтора, наверное И у меня было что-то около там 3-4 стаков редстоуна Это просто невероятно мало Ну или там минут за 40 эти 4 стака набились Короче, я руками быстрее, блин, в шахте набью, чем редстоун вот с фермы ведьм брать И я, конечно, всю свою слизь собрал 4 коробки Ну как 4, здесь 3 полные, одна почти полная Вернее, не полная абсолютно Блин, сколько здесь, господи 3,5 коробки 3,5 коробки слайм-блоков, этого должно хватить Ну если нет, продолжим строить, например, из камня Потому что там, в принципе, без разницы просто слизь легче всего убирать Поэтому я использовал слизь Показывать, рассказывать нечего Потому что в доме ничего не менялось Собственно, портальчик я, по-моему, уже показывал, как я его перенес Если нет, показываю Но, по-моему, я делал Показывал уже это в предыдущем видео Собственно, ферму цветов вы видели И давайте продолжим этот эпизод Таймлапсом Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну что же, наконец-то я закончил С постройкой этой адовой машины Заняло это примерно полтора часа Но вы увидели это за 3 минуты 30 секунд Или около того Я, по-моему, где-то так таймлапс сжимал Так что, да, если вы видели перед этим кусочком таймлапс То все хорошо И он нормально отрендерился Если нет, ну, значит я, блин, ленивая задница И что-то не стал делать Что маловероятно Сейчас я хочу сделать один первый пробный запуск После чего я удалюсь, собственно, копать весь этот камень Это займет много времени Но первый запуск этой машины я хотел бы сделать на запись После того, как я его сделаю Собственно, я удалюсь И потом вернусь с новым кусочком И мы займемся еще чем-то Потому что работы здесь довольно-таки много То есть, как я уже говорил Я повторю еще раз Для тех, кто, может быть, с этого эпизода смотрит Может быть, просто переключился И такой, а, что тут происходит? Машина для осушения воды Лава выливается Превращается вода в камень в верхний слой Выкапываю тиркой Собственно, так нужно сделать со всем вот этим вот участком Он довольно большой Вы видели в таймлапсе до этого После чего нам нужно будет подровнять дно То есть, убрать этот песок Выровнять дно Чтобы глубина была одинаковая Потому что нам нужно определенный эффект от стекла получить здесь То есть, чтобы озеро было таким Ну, с такой дымкой Вот, очень крутой Но перед тем, как, собственно, ставить стекло Нам нужно будет вот в этом месте Где белая линия идет Где вот эта вот, да, вот штука Нам нужно будет сделать вот такую насыпь То есть, она будет примерно такой же по высоте Примерно такой же по ширине И она будет окаймлять вот так вот наше озеро И отделять его от океана Собственно, это будет медовое озеро Здесь будет бочоночек Еще раз Там вот, а, нифига не видно Я привык, что с этого места можно показывать Здесь будет бочонок И он будет выливать мед в это озеро Оно будет такой желто-оранжевого Такой теплый цвет хочу получить Вот, насколько это получится Посмотрим потом А сейчас давайте запустим машину И посмотрим, что происходит Тут, кстати, да Лава будет внизу тоже Я к этому готов Ого-го-го Пошла жара Пошла жара Господи, как лагает Да, сюда лава тоже пойдет Нас это не беспокоит Заодно увидим какие-то О боже мой Вот это лагит Увидим какие-то левые места Места, где мы Не доложили Собственно Ведер лавы Если я где-то пропустил Но я это не показывал Намеренно Просто потому, что В таймлапсе Это особо никак не видно будет Да, все, можно вырубать Так Ага Есть контакт Кайф, ребят Просто кайф Посмотрите Посмотрите Как это круто Да, это не очень быстро Да, это много ручного труда Да, придется Запотеть Чтобы Все это убрать Но, по крайней мере Это работает С вот такими вот Искривленными местами Кстати, да У нас почти что нет пробелов У нас есть Здесь вот немножко Но это Ну это реально немножко Здесь пару блоков всего лишь И потом оно будет заполнять Все Нормально Так Вот там я вижу Несколько блоков Но это вообще не беда Здесь у нас Собственно По одному блоку Вот эта часть вообще Очень быстро уйдет То есть Как только Как только я закончу С этим маленьким озером Ну то есть Оно закончится явно раньше Чем кусок океана То Я вот эту часть машины Просто отрежу И уберу Она не нужна Она будет вызывать Как бы лаги дополнительно Это вообще не круто Так С этой стороны Меня интересует Что у нас получилось Так Здесь все чисто Здесь все чисто Вот вижу Вот небольшой Незатронутый участок Вот еще Незатронутый участок Это нормально Просто не стал делать Выносить наружу Совсем уж много Дроперов То есть Видите Здесь поправил немножко Вернее не дроперов А раздатчиков То есть диспенсеров Вот здесь вот Лысое место Можно было вот тут Поставить еще один Может быть я так и сделаю И вот здесь Вот Теперь нужно Просто взять Наш Маяк Давайте его поставим Давайте поставим Маяк Посмотрим Кстати Как это выглядит С высоты Так Я наверное покажу вам Только вот так Это самый удобный способ Что-то такое Демонстрировать В Майнкрафте Это взлететь вертикально И вот так вот На фейерверках Собственно Летать Да Неплохо Неплохо Определенно Это выглядит неплохо Видите форму острова То есть он стал таким Красивым Таким закругленным И в общем-то Будет еще лучше Когда мы это все Дело Закончим Так Приземлимся Мы сейчас вот на этот Грибочек Я постараюсь не убиться Нафиг И прикинем Куда-то вот сюда Нужно маяк ставить Мне кажется Тогда он добьет И до сюда Даже наверное Вот сюда Мы его поставим Давайте Так что не потерять это место Вот здесь вот Воткнем Просто воткнем И воевайся с прогиба Простите Тупой юмор Я сегодня Не в духе Так Раз Два Блин Чего меня так каждый раз Тянет к этим местам В которых Я не смогу построить Близко К стене Маяк То есть Мне постоянно Поставлю маяки так Чтоб не приходилось Раскапывать кусок стены Так Сделаем так Два Так Два А Центр Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Так Два Три Четыре Два Три Четыре Отлично Так Спустимся Заберем Ой Вот этот блок Да Блин Так Заберем блок Попробуем туда залететь Как-нибудь Дело в том Что у меня блоков Ровно на маяк То есть Это Ау Мои Кребаные ноги Маяк строится Из двух стаков И еще Тридцати Шести блоков Собственно Столько я с собой И ношу Обычно Ну нет смысла Носить два Три стака Хотя лучше брать Конечно Чуть больше Потому что иногда Блоки падают Например в лаву И довольно таки Глупо бывает Бежать за одним блоком Куда-нибудь на базу Когда вам нужен Маяк здесь И сейчас Так Строим основание Блин Почему-то Подлагивает Я не могу понять Почему Ну возможно Это из-за Кучи прозрачных блоков Или стим Куда-то полез Обновляться Надеюсь Что это будет Незаметно На видео Но Майнкрафт Тем не менее Работает У меня сейчас Именно таким образом Да Эпизод я чувствую Получится Очень насыщенный Очень такой Продуктивный Да Этого всего нет На стримах Я дико извиняюсь Но Мне иногда Есть тех людей Наверное Которым думается Лучше ночью Я сейчас Буквально час ночи Два часа ночи По Москве И я сижу Играю в Майнкрафт Потому что Так Как-то ламповее Получается Так Мы получаем Баф Кстати было прикольно Если бы книга рецептов Бафа не заграживала Ну да ладно Так Мы воткнем сюда Немножко Воткнем немножко Освещение Потому что Это все еще Океанический биом Как-нибудь так Как-нибудь так И вот так И здесь есть Я стараюсь Симметрично освещать Не потому что Я дофига Перфекциониста Потому что Симметричное освещение Означает равномерное освещение Какого черта Почему я не делаю Вот так Ооо Вот это были лаги Да Это определенно были лаги Это определенно лаги Из-за мода Мод кстати называется Light Level Overlay Reloaded Ссылка на него Есть у меня В группе ВКонтакте В обсуждениях Там Мой ванил Модпак Называется Или как-то так Если кому-то Вдруг интересно Ставится Он исключительно Поверх форжа Но по-моему Довольно-таки Прикольно Выполняет Свою работу То есть Показывает освещение На каждом блоке Не надо по F3 И так вот ползать И всякое Всякое смотреть То есть он Ту же информацию Ровно ту же информацию Дает Только На поверхности И как видите Работает даже на серверах Так Ну что Маяк мы поставили Кстати здесь он не добивает Это плохо Значит придется Маяк второй Притащить Вот И просто берем И вот так вот Убираем Все вот это вот Добро Просто Просто берем И убираем Это довольно-таки Быстро Просто И хотя Да Здесь придется Убрать Очень многое Но я думаю Что Это гораздо проще Чем Долбаться с песком Потому что Ну действительно Возведение машины Заняло у меня Два часа Вы видите Она довольно-таки Ну если считать Лаву еще Да Она довольно-таки Большая И Ресурсов Кстати Хватило За два часа Я в жизни Бы не успел Уложить даже песок Потом Помимо того Что нужно Песок укладывать Нужно еще и Губки туда запихивать А после того Как запихнул губки Придется еще И как-то Их вытаскивать Каждую Сбивать руками Для них нет инструмента Потом Ты идешь Еще как дурак С этими губками К печам Сушишь Все Ну короче говоря Такое В принципе Губками осушать Небольшие водоемы Это очень даже Разумное решение Но что касается Вот таких больших И неровных площадей То я дам предпочтение Вот этой машине На данный момент Потому что Другого ничего Не знаю Как видите Вот уже довольно Жирную полосу Я здесь выкопал Пока Стратил Пока Болтал Тут о том Как это все Легко работает И в принципе Да Здесь достаточно глубоко Это займет какое-то время Может быть я даже Сделаю по этому Стрим Вот Но когда вы будете Смотреть Я точно закончу С этим Я проведу стрим И все такое Вот И в общем-то Следующий этап На котором мы С вами здесь же В этом же эпизоде Увидимся Это Будет уже Выравнивание дна Ну что ребята Увидимся буквально Через секунду Да Ребята Я определенно Не был готов К такому Рейву Или как Это называется Короче говоря Да Я закончил Выкапывать Всю воду Как бы это Не звучало Если кому-то Кажется Что это звучит Странно Вспомните Меллы Которые Сжигали воду Отдельная история Да Я закончил Наконец-то Выкапывать И Тра-та-та-дам Да Я не только Закончил Выкапывать Все это Чертово Озеро Ну вернее Еще пока Не озеро Пока это Просто Технологическое Дырище Но я еще И убрал машину И да Большинство Рейсов Упали и пропали Как говорится Мне было лень Собирать Редстоун Мне лень было Собирать Слизь В конце концов Расходники Вот И Это было бы Еще дольше Чем я Мог бы Выносить В последние Пару дней То есть Надо Сбить Спуститься Поднять Сложить Подняться Долго Даже на элитре Вот Ушло У меня На все Вот это Порядка Восьми часов Или чего-то Около того Ну Это кажется Что восемь часов Не долго На самом деле Как бы Два дня Здесь То есть Вечером После записи Предыдущего Отрезка Я здесь копался Какое-то время И лег в итоге В восемь утра И после этого Еще вот Тринадцатого числа В пятницу Тринадцатого Я это закончил Да Пятница Тринадцатого 2017 год Я доделывал это До самого низа Где-то часов Наверное С шести С семи И до полуночи Ну то есть Плюс-минус Там Может часов Шесть-семь Вот Плюс перекоры Плюс доставка Плюс налоги Плюс напиво В общем Как обычно Вот Я не был готов К тому Что здесь Будет происходить Я ухандохал Сюда Три кирки На мендинг Они у меня Лопнули Просто в процессе Потому что Ну потому что Очень нудная работа Долбишь камень Камень-камень У меня ребята В дискорде Вот И это Просто какие-то Моменты случалось Спасибо Нитону Который подогнал Мне четыре книжки На мендинг Он их где-то Выторговал Короче мы с ним На элитру поменялись Так что у меня было Четыре лишние кирки Осталось вот это То есть пять поломанных кирок И одна целенькая На один слой На один слой Я подчеркиваю Уходила Одна кирка То есть Каждые девять слоев Приблизительно Каждые девять Уровней воды Я бегал Чинить Все свои кирки Я делал это Раза два или три Не помню точно Ну то есть там Где-то больше Где-то меньше Это понятно Вот Но Довольно-таки Довольно-таки Малоприятно Прямо скажем И я думаю Что для этого эпизода Более чем достаточно Я предвкушаю Я предвижу эти комментарии О Дионикс Но где таймлапс Как ты все это выкапывал Но Дионикс А где таймлапс Как ты сбивал свою Как убирал машину Ребят Это было восемь часов Ну с убиранием машины Там точно за восемь часов Перевалило Я не нашел способа Сжимать таймлапс Меньше чем Я не знаю в сколько раз Короче полтора часа Сжались до трех с половиной минут Если меньше Там идет дикая потеря кадров Абсолютно невозможно смотреть Надеюсь что все еще Это нормально отрендерится По итогу Потому что У меня премьер Как-то странно На все это реагирует Как-то подлагивает Но я думаю что все будет окей Вот И Если бы я записывал Таймлапс вот этого всего То это заняло бы Не знаю 20 минут экранного времени Вы хотите смотреть 20 минут копания Вот даже с таймлапсом Я думаю что нет Я думаю что нет Хотя я уверен Найдутся и такие извращенцы Просто Ну если вы из таких Ну респект вам ребят Вот терпение Вообще Просто Я не знаю Гвозди из вас делать нужно Блин вообще будут Неломаемые гвозди Сейчас я хочу сбегать На Ну как сбегать Ну Майнкрафт 1.10 плюс Там или 1.9 плюс Я не помню Теперь мы бегаем При помощи крыльев На базу И взять Немножко динамита И показать Собственно Как я буду Дальше все Расчищать Хотя я думаю Все и так уже догадались В принципе Что еще можно делать С динамитом Так Вот он мой остров Небольшой Я здесь ориентируюсь По маленьким островкам И Строго наверх Ну почти строго Да Вот он Вот он мой дом Отлично Немножко подлагиваю По каким-то причинам Я это выясню позже Надеюсь Что этого Да блин Не ну здесь всегда лакает Ладно Так Где у меня Песок Песок у меня вот здесь Мне нужно 5 стаков Нет Мне нужно 4 стака песка И 5 стаков пороха К слову говоря Пороха у меня все еще нахрена Раз Два Три Четыре Пять Окей Давайте Положим сюда Родстоун Который я все-таки Собрал Шпуньк Новая коробка Прекрасно Так И мне нужно теперь Вот сюда Вот сюда Только крафт Крафтящиеся предметы И немножко Динамита Давайте немножко повзрываем Это будет такое Хорошее завершение серии На релаксе На расслабоне В конце концов Не все же заниматься Эпическими постройками Правильно Я вообще пересматривал Гранита Которого в некотором смысле Считаю своим учителем В Майнкрафте Потому что Не знаю Это первый человек Которого я так смотрел Плотно И который мне нравится Гораздо больше Чем другие летсплеи Которых я смотрел Не так много Смотрел того же Доскоза Который был Неплох Интересен Но все-таки У Гранита Как-то было больше Про Выживание И эксперименты С каким-то интересом Человек подходил И мне это было Гораздо приятнее Лицезреть Чем Ну не знаю Чем какие-то там Доскоза были Типа приключения Да Или что-то такое Это не говорю Я не говорю Что это было плохо Я говорю Что мне просто Больше нравилось Вот то Вот А веду я это К тому что Не хватает Очень не хватает Размеренной жизни В Майнкрафте Прям безумно Не хватает Потому что Я нашел для себя сравнение Лучшее сравнение Того что сейчас происходит И как это все ощущается Это как будто Вот старый Майнкрафт Да Бета Альфа И все вот это Это как будто Вы живете Ой Темно и страшно Моя родная Это как будто Вы живете В таком поселке Городского типа В деревушке Ну вот что-то такое Да Что очень спокойно Или просто Маленький тихий городок А Майнкрафт После релиза Вот с этими Всеми элитрами Со всякими Эфишенси 5 Хастом И прочим всем Это уже Прям такой Полноценный Мегаполис Это полноценный Такой огромный Город Блин Это как будто Вот переехали в Москву Знаете Там постоянно Куча народу Кто-то суетится Что-то куда-то бегут Вот И Сделаю пакетчик Вот Что-то народ Куда-то суетится Что-то бегут И вроде нормально И вроде хорошо Но не хватает Вот этого спокойствия Вашего родного города С его Приятным таким Небыстрым темпом Вот И вам хочется Это очень вернуть Но по какой-то причине Вы не можете Это сделать Вот Вот Для меня Майнкрафт бета Сейчас вот Оно Мне не хватает Того самого Как хорошо Саданул Ну-ка Если так Здесь куча гравия И все это Придется Пищать Вообще Мне очень не хватает Майнкрафта бета Я думаю Что мы к нему Вернемся вскоре Ну как В виде такого Мы съездим В общем В деревню к бабушке Если позволить Такую аналогию Мы съездим В эту деревню к бабушке Мы Там Погоняем Там Куриц Короче Погладим коровок Попьем Парного молока И Всякое такое Короче Будем Наслаждаться Живью Бабах Прекрасно Так Блин Где бы тут закопаться Так чтобы весь этот Вот всю 41 штук Положить Я хочу чтобы Садануло Прямо по царски Кстати Что у нас там Да Кстати Здесь спавнятся Мобы И здесь спавнятся Вон там Даже слаймы Вон видите Маленький Слаймик бегает Так Я пойду поспать Пожалуй И да Здесь темно Поэтому я Ну я не хочу Пока все освещать Да Здесь мобы Спавнятся Они могут Оторвать прям Лицо Я даже не знаю Что еще сказать Тут в общем-то Все и так очевидно Так Гоу спать Я создал Быстро 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 Ским 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 Спим Конечно Спим И давайте Сделаем просто Шандарах Огромный Вот в этом месте Потому что я могу Я не знаю Слышно ли вам Там зомби Орут Где-то В глубине Так Возьму Фател Чтоб вам Было Лучше Видно О Зеленый Пинус Зеленый Пинус Вон пошел Господи Иисусе Никаких Зеленых Пинусов В мою смену Куда он А он здесь жил Блин Ладно Разнесли Креперу Лицо Разнесем Его дом Помните Как Мегамозг Толкал Речь О том Как ему Не хватает Мачо Мэна А потом Просто взял И бомбу Я думаю Тут что-то У нас Похожее Будет Мегамозга Я вспомнил Просто потому Что я Собираюсь его Посмотреть Сейчас опять Хороший 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 Мультфильм Прям такой Добрый Ламповый И ACDC Там Очень в тему Насколько я помню Там все-таки ACDC Было Если нет То Позор мне Вообще На мою голову На мои Сидины Потому что Я очень уверен Что там есть ACDC Ага Давайте Конечно Я все это Потом Буду уже Не так Бодренько Взрывать А наверное Все-таки Буду раскапывать Но какую-то Часть Я здесь Долбану И Все равно Нифига Не видно было Не нашел Точку Никакую О Вот они Вот они Вот они Они Поперли 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 Вот они Сволочи Гады Засранцы Обблюдок Мать твою Ну иди сюда Дерьмо собачье Мозг мой съесть решил Я сам твой мозг съем На низ Чертов Что ты рычишь Иди сюда Иди сюда Я с тобой не закончил Иди сюда И шаг Что Подгорел Да Бомбануло Блин Там что-то Ни хрена Тут блин Густое население Нет Это точно Мегаполис Майнкрафт Это точно Чертов Мегаполис Так Ну что у нас Кстати там есть Пауков Слышу Зомби Слышу Господи Да Отсюда Определенно Придется Выселять Местных Человечков О Вот и он Пошел нафиг Так Так О Отлично Проход Прям сюда Так Нет Что-то Здесь Прям Дофигища Народу О Мышка Привет Привет Мышка Так А здесь Что А Это у нас Другой Выход Да Это у нас С другой стороны Так вот Развратило Ну что Для первого Раза Неплохо Я думаю Конечно Мне придется Еще попотеть Над этим Может быть Я даже Это постремлю Потому что Потому что Почему бы и нет Все Вот это Еще раз Повторю Для тех Кто Не знаю Может забыл Все вот это Вот придется Выкопать В принципе Вот Блин Как бы вам так Показать Очень Я понимаю Как Но мне Неудобно Вам показывать О Давайте С маяка Покажу Наверное Это лучшая Обзорная Точка Которую Я смогу Получить Вот эту Часть Вот так Вот Вот так Вот Вот так Вот Вот так Вот Вот придется Мне выкопать То есть Сравнять Буквально Вот с этой Вот стенкой То есть Как вот здесь Вот оно Проходит Ну вот здесь Вот кусок Тоже спилим Ну примерно Как вот этот Отрезок Должно быть Все Вот После чего Наращиваем Здесь вот кусок Материка Я не знаю Кусок острого Вот такую же Гриду делаем И приступаем Уже к стеклу Но для этого Конечно Придется еще Попотеть И это самое Стекло Добыть Пожалуй Для этого эпизода Материала у меня Достаточно Я тут достаточно Много наговорил Че-то повзрывал Лучше В общем-то Выпущу этот И приступлю К съемкам следующего Что-то там Постримем Какие-то таймлапсики Еще будут Вот Если таймлапс Вы видели Значит Таймлапсы будут Еще и еще и еще Если нет То я напишу Об этом В группе ВКонтакте И возможно Вы мне поможете Как-то исправить Ситуацию с премьером Если что Вот Короче Такие вот дела Я надеюсь Что этот эпизод Вам понравился Всем спасибо За просмотр Подписывайтесь Ставьте пальцы вверх Пока Пока